Люди посланы делами За туманом и за запахом тайги А я еду, а я еду за мечтами За туманом и за запахом тайги Что может быть интереснее дальних странствий? Но выбрать автомобиль совсем непросто. Итак, встречайтесь сегодня на нашем тесте Mitsubishi Pajero Sport и Land Rover Discovery 4. Две этих, очень непохожих друг на друга машины, объединяем только одно. И Discovery Pajero Sport относится к классу среднеразмерных внедорожников и оба оснащены дизельными моторами. Во всем остальном они воплощают два абсолютно разных подхода к созданию внедорожной техники. Эти автомобили не являются конкурентами на рынке. Слишком велика разница в цене. Но сегодня на нашем тесте они будут бескомпромиссными соперниками. Итак, чтобы проверить внедорожные способности этих автомобилей, мы отправились в Карерию. Карелию не зря называют настоящей меккой автопутешественников. Их влекут туда не только уникальные ландшафты русского севера, не только памятники деревянного зодчества, но и разнообразные дорожные условия, реальные трудности и серьезные приключения. Объективно оценить наших двух конкурентов мне помогут два специалиста по внедорожному делу. Александр Давидюк, здравствуйте, Саша, и Андрей Судьбин. Добрый день. Ну что, по машинам? Да. Вперед! По машинам! Маршрут нашего испытательного пробега пролег между двумя великими озерами Онежским и Ладожским. Мы проделали не одну сотню километров по самым разным дорогам. Мы ехали по современным асфальтовым трассам, по грейдерам, по грунтовкам, иногда вообще без дороги. Сталкивались с серьезными проблемами. Подвергались нападениям летающих кровососов. Временами нам требовалась помощь местных жителей. Но теперь мы готовы поделиться своими впечатлениями. Итак, первый раунд. Сравниваем машины снаружи. В синем углу белый Дисковер 4, в красном черный Паджеро Спорт. Гонг. Конечно, никто не будет выбирать автомобиль для путешествий, исходя исключительно из внешности. Но есть некоторые моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Например, возможность крепления багажника на крышу. С этим вопросом у обоих наших конкурсантов полный порядок. Багажные рейлинги присутствуют. Другой не менее важный вопрос – доступ к буксирным проушинам. У Паджеро Спорт они размещены хоть и под бамперами, но все же открыто. Что касается буксирных проушин. Например, спереди у меня удобный буксирный крюк. А у тебя? А у меня впереди проушин нету. Ну, в общем, может, это и к лучшему, потому что в такой машине ни к чему рваться только вперед. Надо вовремя отступить, объехать препятствия. Наконец, вопрос о колесах и колесных дисках. На самом деле, вопрос из важнейших. Наш Дискаври был обутан в низкопрофильные Пиро или Скорпион, с чисто шоссейным рисунком. И именно с ними мы хлебнули немало горя. Шины, так нравившиеся нам на гладком асфальте, не вынесли столкновения с разбитыми карельскими дорожками местного значения. Мы как раз обогнули Онегу Север и двигались от Медвежьегорска в сторону печально известной Кандапоги. В какой-то момент участников пробега волновал только один вопрос. Дотянет или нет до шиномонтажа колесо, с боками на которого торчит пучок из четырех жгутиков сырой резины. Подводя итоги, можно сказать, что этот раунд остался за Паджеро Спорт. Несмотря на то, что сам по себе Дискавери выглядит гораздо более стильно и солидно, один ноль. Начинаем второй раунд. Сравниваем внутреннее пространство автомобилей. Безусловно, машина для путешествий должна быть удобной и комфортабельной. Ведь вам предстоит проводить за рулем даже не часы, целые дни. Так как обстоят дела у наших соперников? Слово нашим экспертам. В принципе, салон Land Rover Discovery 4 неоднократно хвалили и хвалили за дело. Потому что он действительно очень удобен. Но, во-первых, он очень объемистый. Борта автомобиля вертикальная, из-за этого много места на уровне плеч. Очень воздушный салон, очень легкий, светлый. Похвалить Land Rover можно не только за объем. Среди его явных плюсов отличная эргономика, удобный руль, обилие емкостей для размещения нужных в дороге мелочей. Есть даже маленький холодильник в буксе-подлокотнике. Признаться, салон предыдущего поколения Pajero Sport мне нравился больше. Может быть, там и не было никакого особого изыска, но он был достаточно добротным, с качественными материалами, может быть, и не самыми дорогими. Но достаточно хорошо сделанный. Здесь же у нас обилие блестящего пластика, который, естественно, легко царапается. Ну и вид, надо сказать, не самый приятный. А еще нашим экспертам не понравилось рулевое колесо, слишком маленькое и скользкое. Зато понравился профиль сидений. Пожалуй, этот раунд однозначно выиграл Discovery. Впрочем, более дорогому автомобилю и положено быть гораздо комфортабельнее своего более бюджетного соперника. 1-1. Оценим наших соперников с технической стороны. Третий раунд. Начнем, пожалуй, с двигателей. Под капотом Discovery современный V-образный трехлитровый дрободизель. Он почти вдвое мощнее и тяговитее двигателя Pajero Sport. Discovery имеет несущий кузов, причем многие его кузовные детали изготовлены из алюминиевых сплавов. Pajero Sport имеет равную конструкцию, и его кузов сварен из стали. В результате, при близких внешних размерах, английская машина имеет значительно больший внутренний объем. Сердцем системы полного привода Pajero Sport является разработанная еще в 1991 году, проверенная временем и Дакаром, многорежимная трансмиссия Super Select 4WD. Discovery чеголеет постоянно полным приводом и не менее знаменитой системой Terran Response. Подвеска у Discovery 4 пневматическая, полностью независимая, так что дорожный просвет может изменяться в пределах от 185 до 30. героических 310 мм. Mitsubishi устроен куда проще. Впереди сдвоенные рычаги, сзади неразрезной мост на пружинах, дорожный просвет 215 мм. Так что, чистая победа Discovery в этом раунде? Ну, не совсем. Чем сложнее техника, тем труднее ее починить. И что делать, если электроника выйдет из строя в ситуации, когда, как сказал Высоцкий, кругом 500? Задумались? Вот то-то и оно. Так что ничья. Полтора на полтора. Четвертый раунд. Сравниваем поведение автомобилей на дороге. Ребят, поехали. И снова слово экспертам, которые по очереди преодолели сотни километров за рулем обеих машин. Давайте послушаем, что Андрей Судьбин думает о Blend Rover Discovery 4. В принципе, эта машина, конечно, дорогая и представительская, и комфортабельная. Вот если сравнивать с тем самым Pajero Sport, который идет вот сейчас перед нами, там где-то вот по такой вот такой дорожке, через где-то 100 километров, ты начинаешь уже уставать. Потому что подвеска достаточно жесткая, чтобы хватало энергоемкости. И тебя все время вот так, как китайского болванчика в нем, разматывает. А здесь ты едешь отдельно от дороги. Автомобиль замечательно рулится. При этом он очень динамичен. Нет никаких проблем во время обгона, например, набрать 160-170 километров в час, причем очень быстро. У него вполне адекватные тормоза. То есть на трассе ты себя чувствуешь уверенно, спокойно, комфортно. И можно не уставая проехать очень большое расстояние. Одно важное замечание. Любому человеку, который покупает Land Rover Discovery для поездок на большие расстояния, мы порекомендуем брать дизельную машину. Прежде всего из-за того, что расход горючего в разных дорожных условиях у них различается очень мало. Это позволяет точно рассчитать потребность топлива и спланировать места заправок. Подобную предсказуемость показал и Discovery, Pajero Sport. Но что думает о поведении на дороге его основной водитель, Александр Дурюбю? В принципе, он едет неплохо. То есть обгоны не составляют на трассе проблемы. Но когда вы съезжаете с бездорожья, все-таки тяги не хватает на низах. И приходится чаще переходить на пониженную передачу, чем этого хотелось бы. Конечно, трехлитровая версия в этом плане выглядит более выигрышной. А если учесть, что стоимость автомобиля не уменьшилась после того, как стали устанавливать двигатель 2.5 вместо трехлитрового, тогда первый вариант становится еще более интересным. При этом трехлитровую версию вы уже купить не можете. Она только на вторичном рынке осталась. Так что же получается, раунд остался за Discovery? В целом, пожалуй, так оно и есть. Но это не нокаут, а победа по очкам. И вот почему. Во-первых, японский внедорожник оказался совсем неплох. А во-вторых, однажды Discovery нас сильно напугал. После остановки его подвеска вдруг самостоятельно опустилась в нижнее положение. Коробка отказалась переключаться в драйв, а на дисплее посыпались сообщения об ошибках. Справились с бедой мы по компьютерному методам перезагрузки. Просто выключили, а потом вновь включили зажигание. Тем не менее, полтора на два с половиной. Наконец, пришло время проверить внедорожные способности наших автомобилей. В дальних путешествиях проходимость может сыграть решающую роль. Ну что, ты колеса спускать будешь? Ну, конечно, буду. Зачем машину-то мучить? А я попробую так. Ну, что делать? Спустить-то не смогу, профиль слишком нельзя. Ну, давай. Понятно, зато я могу. Буду пользоваться. Пользовать преимущество высокопрофильной резины. Честно говоря, изначально мы были практически на 100% уверены, что победу в этом раунде одержит Дискавери. Ведь в его арсенале более мощный и тяговитый мотор, значительно больший дорожный просвет и блокировка заднего дифференциала. Вот только в жизни все оказалось куда сложнее. В каких-то местах наши бойцы действовали абсолютно на равных, проходя препятствия безо всяких проблем. Серьезные испытания ждали нас в тяжелых, мокрых от дождя песках на берегу Ладожского озера. Мы добрались до станции Видлица и решили по берегу доехать до места, где проходит этап под названием Дюмная гонка, знаменитого рейда Ладога Трофи. И вот здесь совершенно неожиданно для нас Дискавери спасавал. Как мы не пытались подобрать оптимальный режим работы системы Тараналин Спонс, но все было тщетно. В местах, где Паджариспорт передвигался спокойно и уверенно, Дискавери то и дело закапывался в песок. И тогда нам приходилось разматывать буксирный трос или толкать машину руками. Причем к процессу выталкивания присоединялись и местные жители. Понять, что же мешало породистому английскому внедорожнику раскрыть все свои таланты, было несложно. Главной проблемой стали все те же низкопрофильные шины. В результате там, где Дискавери закапывался, Паджариспорт полз как на гусеницах. Итак, этот раунд безговорочно выиграл Паджариспорт. Ну и какой у нас общий счет? Боевая ничья. 2,5 на 2,5. Ну вот, наше приключение завершилось. Как и ожидалось, мы не смогли выявить победителя, потому что каждый путешественник выбирает автомобиль по своим потребностям. У каждого из наших претендентов есть свои слабые и сильные стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok